Ну вообще я вам хочу сказать, что сама по себе эта история с санкциями, она порядком всем надоела, в том числе и тем, кто их объявляет, поскольку ни к чему это не приводит, кроме того, что возникают какие-то напряжения в межгосударственных отношениях. Это раз. Второе, действительно, западные страны, особенно это касается европейских стран, столкнулись с такой интересной вещью, когда захотели надавить на Россию, причем непонятно за что, вокруг этого украинского вопроса, столкнулись с такой интересной вещью, что как бы они на Россию не давили, это все равно бумерангом отлетает назад. Почему? Потому что последние 20 лет Запад в целом предпринял титанические усилия для того, чтобы российская экономика стала частью экономики глобальной. И в этом смысле, чтобы серьезного не делать против российской экономики, это получается действие против определенного сегмента экономики глобальной. То есть, а так как все западные страны активно участники глобальной экономики, соответственно, получается, что это действие сами против себя. То есть, так сказать, это обрубание рук, ног, пальцев, если хотите, такая вот аналогия. И, конечно, в этом смысле они сильно ошиблись, когда пошли этим путем, вместо того, чтобы спокойно сесть и поговорить об этом, выслушать мнение России по поводу украинского кризиса, который до сих пор, кстати, не закончен. И, кстати, Россия туда категорически не вмешивается. Выслушать мнение России по поводу самоопределения Крыма, при всем при том, что я уже говорил, что Запад фактически, по факту, признал это, так сказать, достаточно правомочным. То есть, признал этот факт. Может быть, Запад не признает Крым как часть России, но признает этот факт, что это случилось именно согласно общепринятой процедуре, которая, может быть, не так часто используется. Вот.